всем доброе утро мои дорогие добро пожаловать ко мне домой я всем вам очень рада меня зовут ирина я рассказываю цветах о цветах в интерьере ну я наконец достроила флорариум хочу вам показать думал вечером показать с подсветочкой знаете симпатичный но у меня по вечерам какие-то толпы народу вечно тусуется я не дождалась я собственно сейчас то еле дождалась пока все исчезнут специально показываем издалека потому что я в instagram выкладывал уже фотографии все горит покажите масштабно где он у вас стоит как смотрится издалека вот сразу показываю вот такой вот домик ну почти в викторианском стиле не доделал я конечно не верхушечку стекло там видно не аккуратно вырезано но вы на это не смотрите я вам хочу показать наполнение видите избегая зеркала потому что не камильфо вот так вблизи домик оказался достаточно высоким поэтому сложно было заполнить все пространство чтобы он не выглядел пустым он и сейчас выглядит так знаете не совсем заполненным но честно говоря я строил его больше в расчете это картинками всегда мысли я сразу представляю как это должно быть в идеале я мечтаю о драгоценных орхидеях заполнить его именно ими у меня есть вот одна тут лудизия но это как вы понимаете самая простая а ей же очень красивые а красивые это значит дорогие пока в планах их приобрести заполнила тем что есть ну давайте вот так сквозь стекло посмотрим в общем я отталкивалась кто не помнит я рассказывала об этом ну кто не был я отталкивалась размерами от вот этого коврика резинового так сказать коврик для обуви и вот под размер этого коврика я ничего лучше не придумала как вот сделать поддон из него хотя он не глубокий это сразу скажу неудобно если кто-то захочет повторить то будет конечно не был не глубоко мягко говоря и установить растение вот заглубить будет ну практически нереально спрятать горшочки и вот связи с тем что коврик был вот такого размера и прям ну почти впритык была построена вот такая тепличка это не металлическая конструкция это деревяшки куплены в леруа уголочки вот они уголочки и стекло вставленным так как муж у меня не мастер и далеко не фломастер все это был не аккуратно я кое-где даже вот но стекло сложно вырезалась особенно вот эти вот треугольники я вот здесь вот даже вот вот видите не аккуратно но это вот с внутренней стороны я немножко так зря я вам показываю все свои грехи подклеила вот так вот лентой знаете сделала из укровенного материала они же не гниют сложил пополам на пва пва в их сах и стал прозрачным поэтому ну ладно как будто мы не замечаем что на дне кара сосновая из леса почему-то так мутно показывает камушки для аквариума куплено в магазине все что куплен это вот эти камушки и ну в пределах 200 рублей не вне дороже меньше и вот этого домик купила потом думал зря я купила потом поставила и знаете мне понравилось особенно с подсветочкой так волшебно выглядит мне это напоминает это я просто туда вот засунул телефон поэтому простите так неаккуратно вожим голова у вас нам закружился мне это напоминает хотелось бы так думать что и вам напомнит заброшенный город по сказке киплинга маугли помните где там кобра охраняла сокровища я надеюсь что когда-нибудь это все разрастется и будут джунгли надеюсь что вот эти аллаказии многострадальные тоже оживут очень как-то у меня не очень растут очень не очень вот здесь тоже не очень аккуратно подвешено стеклышко еще не чистая не очень аккуратно подвешены коряги потому что рука у меня не длинная и неудобно подвешивать вот это вот все хозяйство и здесь висят тиланси атмосферные вот это в частности у с ней видно все что от нее осталось пыталась за лето ее сохранить насколько удалось много погибло как-то даже не то чтобы высохла а корешков как-то подгнивать что ли начала не поняла что и надо было вот вот еще тиланси здесь подвешен пучок и вот такая вот веточка вот как бы показать вам такая кудрявая из какого-то букета знаете я ничего не выбрасываю и здесь вот такие и вот такие вот фиалко цветковые тиланси они кстати за лето прилично разрослись ну как разрослись надавали детей видите я их замачивала причем кидала самое обычное удобрение и вот это удобрение сейчас пока вот так вот просто положим коротенький и вот это удобрение так на них подействовало очень заметно вы знаете на глазах стали пушиться плодиться вот видите сколько детей надавали неудобно простите вот рука не помещается мне туда ну и одно лодезью конечно запихала сюда да кстати вот смотрите папоротник который обещал умирать он сидит маленьком стаканчики для водочки это который голд голд думаю что ему здесь будет неплохо но и вот крокодил тоже здесь крокодил кстати не важно себя чувствовать ведь кончики начал сушить надеюсь что ему здесь будет неплохо потому что я вот так вот все увлажнила вот здесь налила водички ночью на меня лично вот этот флорариум действует как всегда гипнотически потому что это почти телевизор когда вот эта подсветка включена и темно вы знаете все время хочется смотреть хотя там никакого действия не происходит мне в инстаграм кстати был много откликов и все искали там глазами что выбежит ящерка появится паучок ожидали что я чем-то к кем-то заселю можно было бы конечно пустить игоря помните мы покупали с внуком маленькую черепашку нас обманули игры жив сразу скажу нас обманули оказывается никаких в природе в маленьких черепашек не существует она должна была вырасти огромной кусачей красноухой черепахой для которой нужен был отдельный ну как сказать наверно аквариум с островком куда она бы могла выползать вот это вот слон который последствия бы вырос да то есть она еще и кусалась должна была кусаться не ругать я определила ее в очень хорошие руки очень хорошие руки забрала ее девчонка наша знакомая ну как у наших знакомых есть детки подростки 11 класс ребятки вот маша забрала игоря и потом не прислали видео как его подарили одному мальчику знаете такие знаете есть такое поколение пепси детишек есть конечно вот как из гетто детки такие да которые пиво пьют там вот это вот все но представлять а есть такое вот поколение пепси который учится который аккуратненький и они мне прислали видео как вот этого игоря черепашку в хорошем аквариуме с каким-то там камушками островками с какими-то лампами подарили мальчику день рождения открывает дверь вот это вот заносит его мама смотри у меня теперь черепаха но я была так рада я поняла что игорь попал в хорошие руки так что определение моего не готова я была к большим черепахам каким-то емкостям ухаживанием вот честно говорю я думал он малышка будет плавать у меня в прудике самодельном лучшим без живности пока вот такой вот получился флорариум кто говорил подальше снимите вот показываю вы знаете может быть показаться конструкция громоздкой да но помещение вот это моя комната кухне столовая даже неудобно говорить 60 метров квадратных поэтому здесь все предметы маленькие теряются а большие смотрится хорошо требуется наполнение пространство поэтому даже муж не возмущался что казалось бы вот такая громадина здесь поместилась остатки лудизи посадил вот в эту супницу и покрасил конечно давно у меня была здесь жила бегония бегония постепенно истребляю кроме листады раздаю прихожу к выводу что низкорослые растения не то не нравится они мне по моему задуманному плану оформление дома зеленью не подходит буду больше внимание обращать на крупномеры крупномеры не в плане того что я буду покупать крупные растения а буду больше сажать те деревья те цветы которые разрастутся впоследствии ну пишите свои замечания кому как обнимаю вас всех дорогие мои так кстати хотел вам показать но следующий раз покажу привезла с дачи кучу хлам я соседнюю дачу продали и все выбрасывали оттуда и вот там была мебель не скажу старинная старая я когда-то от нее воровала ножки помните сделала стол так вот там был комод и еще подстолье весь этот хлам честно говорю даже попахивающий уговорила мужа наняли газель привезли все теперь валяется у меня во дворе покажу в следующем видео хочу все пустить в дело сейчас уж не буду показывать хотел сходить но отдельно сниму и так обнимаю прижимай к своей пышной груди некоторых целую очень вас уважаю пока пока